Всем привет, добрый вечер, здрасте, как говорит Леонид Кубович, ягод Кубович в передаче Поле Чудес. Сегодня перед микрофонами, экранами и геймпадами Xbox 360 Виктор Зуев, здравия желаю и Петр Сальников. И мы играем в игру Ghost Recon Future Soldier, у нас специальная коробка Signature Edition, которая включает наборы шести дополнительных материалов, а также рекомендует датчик Kinect. Конечно же материалы относятся к мультиплеерной составляющей, но там новая модификация для оптики на снайперском прицеле. Ну ты же понимаешь, где лучше всего этим пользоваться, где валить школьников, да, так сказать. Да, ну поэтому мы начнем... У нас есть возможность играть в, так сказать... Мультиплеер, да. Мультиплеер, да. Но мы начнем все-таки с сингловой кампании, которая здесь точно так же, как в Call of Duty. То есть здесь кампания от, по крайней мере, как написано на обложке, создана под влиянием Тома Кленса. По крайней мере, понятно, что за него уже его книги даже пишут литературные рабы. Если кто не знает, Том Кленси это известный писатель американский, который... Уже даже скорее Брэнд. 20, ну такая, да, писатель, человек-пароход, писатель Брэнд, который вот уже 20 лет выставляет нашу страну врагом всего цивилизованного человечества. Я думаю, даже 30 лет. Ведь помнишь игру Rise of the Red October? Это же тоже Том Кленси. Да, по которому сняли фильм с Шоном Коннери, да. Это, собственно, видимо, когда взошла звезда этого, с позволения сказать, писателя. Вот, я читал одну книжку, кстати... А о калипсовом кризисе, я так понимаю, это было? Нет, это Хондар Твое Доктауба? Да. Нет, это как Шон Коннери, будучи русским советским офицером-подводником, капитаном, угнал подводную лодку для того, чтобы перегнать ее на запад, и как за ним весь советский флот гонялся. Вот такой патриот, патриот Шон Коннери. Поэтому каждый раз мы смотрим на игру под брендом Тома Кленси как на такую очередную агитку американского вооруженных сил, империализма в виде орла с когтями, как на советских агит-плакатах. Вот, но на все вещи можно смотреть по-разному. Я, как и в Call of Duty, точно так же смотрю на русских здесь, как, в общем-то, на интересный взгляд с той стороны. Даже всегда, мне даже всегда интересно посмотреть на себя другими глазами. К тому же форма и военная техника, и технологии у русских в этих играх лучше, чем существующие в нашей армии. У нас никак форму придумать не могут, Юдашкину заказывают. А я готов прислать им несколько, какое несколько? Несколько скриншотов? Десятки скриншотов. Вот сделайте, как здесь, вы посмотрите, какие крутые русские. Вот, а мы возвращаемся к Ghost Recon. Ну, предыдущая часть Advanced Warfighter 2 выходила аж в 2007 году. Вот, и, как видим, прошло столько времени. А графон все там же. Решили вернуться почему-то снова к этой серии. Вот, при том, что первая часть Ghost Recon, которую мы все помним, за пророческую миссию в Грузии. Игра вышла аж в 2002 году, и события в ней разворачивались в Грузии, в которую вторглись российские войска. Да, и вот это, мне кажется, единственное такое попадание пальцем в небо Тома Клэнси. Хотя, естественно, сценарий игры, он совершенно не был похож на то, что творилось в Абхазии и в Осетии. Но, тем не менее, хотя бы угадал страну. Чувак, ты, наконец-то, молодец. Он считается таким специалистом военным. Вот, соответственно, с тех самых пор для меня личная серия больше ничего не показала. Хотя Warfighter многие ценили именно за его, действительно, такую тактичность, черт возьми. И вот смесь хорошего аркадного шутера и, действительно, военного. Ну, как он запрыгал сейчас на одной ноге. Ну, кстати, да, система повреждений. О, действия, вот где сейчас происходят события, надо... Никарагуа. Никарагуа, да. Жалко, потому что события Future Soldier также будут разворачиваться в России. И опять что-то Том Кленс решил вернуться к своему излюбленному коньку, показать, так сказать, русских медведей. В общем, завязка тут не очень понятная. Ну, как всегда, туристические... Есть конвой с ядерной боеголовкой. Безусловно, безусловно. То есть есть некие международные туристические силы, советские боеголовки, естественно. Я уже узнаю их. Вот, и наверняка в какой-то из миссий они попытаются узнать природу. Откуда они были привезены? Ну, естественно, естественно, понятно. Вот. И почему мы, собственно, решили посмотреть эту игру? Потому что, помимо вдруг возвращения серии Ghost Recon, она вышла сейчас только на консолях, и 28 июня она выйдет на ПК. То есть те, кто не владеет консолями, могут сейчас посмотреть и понять для себя, что через месяц, когда, в общем-то, будет мертвый сезон, напоминаю, что сегодня в итогах недели я как раз поднял тему, что наступило гребанное межсезонье. Вот, и сейчас... Когда даже адовая кухня не записывается. И на эту тему я написал крутой пост, который тоже висит в фокусе. Вот, и сейчас... В этом посте вы можете посмотреть на железке, на которой мы записываем. Да, да, да. То есть сейчас самое время, чтобы достать какие-то накопленные игры вами за год. То, что вы не проходили. Или можете обратить внимание как раз-то вот на такие вещи, что Ubisoft, видите, рискует выпускать ее летом, в мертвый сезон, когда, в общем-то, все на отдыхе. Но они прекрасно понимают, что, конечно, это не Call of Duty, это не Battlefield, но это такой, получается, летний милитари-шутер. Когда других, не то что игр и шутеров, в общем-то, нет. Надо сказать, что Ghost Recon в свое время был очень такой весомой фигурой. И серия, как мы знаем, довольно старая. То есть первая часть вышла... Ну, я уже сказал, 2002-й. Да. Вот. Но я вижу отсюда на экране вопрос, про играли ли мы в другие части Ghost Recon. Я не играл, потому что Ghost Recon Future Soldier — это такой боевик. А предыдущие части Ghost Recon, во всяком случае, первые несколько, они были тактическими симуляторами от первого лица. Нет, нет, нет. От это... И в зоометрии, опять. Вот Warfighter Advanced, он как раз-то вид со спины. Сверху со спины. А первый, я говорю, первый. Первый, да. Причем они были такие, совсем по-хардкору. Вот, и там была вот эта вот популярная в те времена фишка, которая была реализована еще в Rainbow Six, когда на экране нету оружия. То есть есть только прицел, какие-то характеристики, куча цифр и данных. И, в общем, ты... Это не боевик, и нет там никакого движника и там зрелища. То есть ты должен управлять процессом очень по-схематичным каким-то вещам. Кирилл Перевозчиков зашел в комнату и сказал Ghost Recon. Письменно. Ну, никто не говорит Ghost Recon. Пускай был Ghost Recon. Рекох. Так, мы смотрим заставку. В общем, как мы поняли, в завязочке. Я просто от себя добавлю, единственное, про первую часть. Я в нее играл, и самое крутое в первой части, опять же, кроме того, что она слабенько предсказывала, что что случится через 10 лет, она рассказывала нам о том, как может выглядеть бой на Красной площади. За это, в общем-то, игру, так сказать, ну, наши патриотически настроенные СМИ, в общем-то, отхлистали. Потому что, представьте себе, последняя миссия – это бой на Красной площади, где я там прятался за мавзолеев от снайперов. Там есть пробежка по ГУМу. Ну, в общем, скажем так, довольно картины такие, в общем-то, напрягающие. И Том Клэнс здесь, конечно, дал жару не до, не после. В общем-то, таких... После, сейчас напомню, да. Но вот тогда это, конечно, был вызов практически. Единственный, кто смог переплюнуть, это, конечно, Activision с их миссией в аэропорту московском. Вот. Это, наверное, две самые, можно сказать, смело антироссийские игры, существующие в природе на данный момент. Это вот миссия в аэропорту и миссия на Красной площади от Тома Клэнси. И вот, фактически, мы сейчас видим идеологическое продолжение того самого Гоуста Рекона. Рикона. Рекон. Рикона. Вот всё. Рикона. Рикона. Поэтому, собственно, будем смотреть и на эту часть этого нашумевшего сериала. Окей. Кстати, насколько мне известно, произношение верно и так и эдак. И Рикон, и Рикон. Но, может быть, я ошибаюсь. Итак, миссия где-то опять на юге. Как мы поняли, отряд, который уничтожал конвой в самом начале, тоже был уничтожен. Причём, был уничтожен людьми, которые перевозили какие-то боеголовки. И наш отряд получает задание найти, так сказать, концы, соединить их с другими концами. Ну и начинается всё, естественно, издалека с миссии по вытаскиванию из пыла жара торговца оружием и наркотиками средней руки. Как известно, всё начинается с малого. Я, кстати... Я сейчас просто читал комментарии, вдруг повернулся и увидел, что у них вокруг пушек какие-то лучи или антенны. Это что такое? Да, это называется стеллзмиссия. Я, кстати, не интересовался игрой до этого момента. И мне тоже было интересно всегда, это что за фигня вообще. А, это дополненная реальность, я так понимаю, ты так видишь мир, да. Собственно, почему игра называется Future Soldier, ну тут не надо, не нужно быть, опять же, Томом Клэнси, чтобы понять, что действия происходят в недалеком будущем. И как раз вот эта попытка предсказать, как может выглядеть конфликт с применением всех этих штучек-дрючек. Да, кстати, здесь штучек-дрючек очень много. Я вот смотрю, обратите внимание, да, позиция паеса. То есть такая инфографика, которая прямо в процессе игры появляется на экране. Да, при этом оправданно. Не в виде всплывающих. Да, 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 да. То есть, вот, есть датчик, например, я тут пять минут поиграл, вот, бросаем датчик. Что происходит? Датчик помечает всех противников в определенной зоне. Как у Бэтмена, мы видим, кто чем вооружен, на какой дистанции от героя находится. Ну, то есть, прямо вот, все как надо. То есть действие, в отличие от Call of Duty и Battlefield, здесь идет симуляция действительно отряда спецназа. То есть, если в Call of Duty даже и мы попадали в некие ситуации, где нужно действовать со спецназом, там, в общем-то, беги, стреляй. В любом случае. Вот, здесь мы всю игру действуем специальным отрядом, который никогда не будет воевать, в общем-то, в лоб. Он не должен, по крайней мере. Это диверсанты. Диверсанты, да, именно. И посмотри на эту инфографику, чем она еще клевая. Она оправдана. Вот, смотри, как круто. Да, да, да. Она оправдана, потому что у каждого, я вижу, есть, собственно, на глазу вот этот вот... Дурацкий очко. Очко, да, или монокль. Монокль будущего. Так, здесь мирные жители, кстати, заметь. Видишь, он определяет их. Слушай, а действия не в фавелах происходят? Нет, это не такая... Боливия. Отсылочка. А, кстати, Боливия, да, Латинская Америка, друзья мои. Так что, вот, посмотрите, как это может выглядеть. Ну, фавела немного другая. Ну, это не фавела, конечно, но я узнал, кстати, по флажкам. Именно и вот такой расцветочки. Давай. Кстати, даже интересно, вот, как с применением всех этих штучек, дрючек выглядит мультиплеер. А, так же. Я посмотрел мультиплеер где-то минут пять. Десять. Вот. Ты видишь своих союзников, ты меня слушаешь? Да, я тебя слушаю. Сквозь стены. Вот. И, в общем-то, все выглядит так же красиво, информативно. Я за короткое время ознакомления не очень понял, насколько это полезно и отвлекает ли от основных задач, которые надо выполнять в мультиплеере. Вот. Режим, если что, я пробовал какой-то там, непонятный, с охраной и атакой. Ну, как штурм в Battlefield, короче. Вот. Нам напоминают, что в игре есть сплитскрин. Не проверяли, но даже если есть... А я, кстати, так и не понял, я признаюсь. Я так и не понял, как его включить. Нет, смотрите. Ну, даже если он есть, мы просто не можем сейчас вдвоем играть, потому что в эфире будет полная тишина тогда. Мы будем настолько увлечены процессом. Это правда. А задача, на самом деле, у нас, в первую очередь, любой вот такого стрима, то есть это не трансляция, а именно стрим, это посмотреть, составить какое-то впечатление об игре, и чтобы у вас оно тоже сложилось, вы видели своими глазами, но при этом еще какие-то моменты отмечать. Вот. Когда ты увлечен процессом, ты, в общем-то, обычно не говоришь. И второе, так, сейчас я видел какой-то комментарий интересный. А, вот. Когда будет рецензия на Future Soldier? Вообще она была уже. Вы будете смеяться, она уже была, на самом деле, и наш автор оценил ее невысоко. Вот. То есть там оценка, по-моему, в районе... Шести с половиной баллов. Да, шести с половиной баллов, что, в общем-то... Что такое? Не то чтобы высоко, но и не так низко. То есть, в общем, судя по тому, что игра релизится летом, в мертвый сезон, Ubisoft не делает на нее действительно большой ставки. Так что, по нашим меркам, 6.5 это хорошая игра для своего жанра, вот так можно сказать. То есть, если вы, в принципе, вот любите именно вот такие, ну, давай назовем его умный шутер, я не думаю, что это будет, да, тем более по сравнению с современными шутерами, которые как кенцо. Вот. Здесь, по крайней мере, судя по набору твоему, да, по интерфейсу и потому, что как ты можешь, в общем-то, взаимодействовать и с бойцами. И при том, что сюда можно будет подключить Kinect. Вот. Нам, опять же, тоже писали, почему вы не подключаете Kinect. Ребята, вы бы не увидели, как мы с ним взаимодействуем. У нас есть идеи, как показать крутые вещи с Kinect. Скорее всего, это будет Steel Battalion. Вот. И по нему, наверное, стоит делать уже трансляцию, чтобы вы смогли наблюдать, как это происходит ваучью. Вот. А здесь мы можем сейчас вам сказать. А мы с Kinect играем, да, Петь? Угу. Крикни что-нибудь, стреляй. Да, если я крикну, я думаю, никому не понравится. Вот. Это раз, кстати, да. Потому что мы сидим в наушниках, тут прямо рядом с друг с другом, рядом с микрофоном. Круто он залег, конечно. Вот. Он нужен RUMO. Но если кто-то уже пользовался Kinect, то отпишите, пожалуйста, в комментариях, насколько оправдано его использование. Да, есть ли смысл и не является ли это просто дополнительной строчкой на обложке игры? Ну, я что могу сказать сейчас? Не производит игра впечатления тупого отстрела говнарей. То есть, как-то все как-то нужно и комплексно. Я тоже заметил, что в том же Call of Duty ты уже, наверное, скатился бы сейчас на горящем самолете с небоскреба. Ну, опять же, поскольку я являюсь поклонником Call of Duty, я не считаю, что это плохо. Просто игра про другое. А здесь мы действительно возвращаемся к тем шутерам, которые, собственно, и были, из которых все это и выросло. Да, да, да. То есть, кинуть гранату через стеночку. Нет, это датчик. Смотри, как круто. Датчик, да, 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 да. Я не очень понимаю пока, насколько это круто будет через 20 минут. Кстати, скоро же выходит еще и Spec Ops. Подожди, а вот видишь, у меня наверху какое-то ожидание, что это такое? Что вы мне хотите сказать этим? Что я должен сделать? Ну, подожди, а разве тут не было, как это называется, миссии туториала? О, пошел. И, в общем-то, она и есть, наверное. А, ну и замедление. Да, да, да. Честно говоря, вот сейчас... Причем, вот сейчас вот зря это было зря. Боец в этот момент двигается по рельсам, то есть ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, как в Call of Duty абсолютно. То есть, опять же, видите, что влияние серии Call of Duty распространяется даже на тактические шутеры, ребят. Так что сложно переоценить значение этой игры. Мне вообще очень нравится еще, знаешь что, Витя, и вот когда показывают подобные сцены, когда есть городской пейзаж и вот куча жителей мирных, да, вот таких вот, видишь? И тут из-за, откуда-то, из-за леса, из-за гор, знаешь, выползают, короче, такие вот. Представляешь себе, ты идешь по улице, тут поднимается конституционный люк, а тут такой отряд из пяти мужиков. Ага, да это... Неприятно, да. Да, неожиданно. Но, кстати... Которые говорят, тихо, тихо, сейчас мы все разрулим. Но, кстати, вот сама идея того, чтобы наполнить уровень, в общем-то, ненужными, да, но, тем не менее, создающими атмосферу мирными жителями, потому что, опять же, вспомнил, что в большинстве шутеров, в общем-то, никаких мирных жителей не симулируется. Лечите меня, педики. Вот, и как раз это... Обратите внимание. Да, 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 это, опять же, стандартная уже функция. Вот, и то, что они постарались воспроизвести атмосферу города и атмосферу не прямых военных действий, а действительно, потому что ты идешь по городу, и большинство не знает, что ты здесь. В отличие от того, что Call of Duty и Battlefield, когда вы на танках несетесь, и меня все время удивляет, почему они не долбанут. Что происходит? Это ж дискотека. Это применение психотомного оружия было. По-моему, тоже. Отлично. Ну, фронтальной атаки, наверное, не получится. Здесь от тебя петь ждут, опять же, тактического какого-то решения. Нет. И, кстати, вот когда тебя подстрелили, ты решил, видимо, сыграть как раз-то таки в шуторок. На вечерок. Да. Совершенно верно. Но я могу сказать, что я напряжен. И мне интересно. Выглядит очень красиво все. Мне нравится, когда игра выглядит красиво. Я считаю, что вот подобным образом надо... Все игровые сайты должны оформлять свои спецматериалы. Когда вот куча инфографики и интересно все выглядит. Вот смотрите, как здорово. Схрон Паэса. Плохо разве? То есть у меня, скорее всего, сегодня во время трансляции будет такой спич в защиту игры перед несокрушимой, знаешь, волей Сергея Думакова. Ну, кстати, да. То есть получается, что сейчас... Мы сейчас показываем, может быть другую точку зрения. Ты знаешь, я даже приоткрою его статью. Даже интереснее так будет, что мы сейчас, в общем-то, если уж и... Чтобы не быть беспредметными. Да, то есть если мы полемизируем с рецензией на нашем же сайте, то давай, собственно, ее откроем и посмотрим, что же так не понравилось нашему автору. Потому что пока, конечно, это не... Это не провал вообще точно. Вообще ни разу не провал. Потому что мы привыкли, что... Провал это батлшип, вот это провал. Не, мы привыкли, что игры от Тома Кленси, ну согласись, да? Ну да, да, это фигня. Это уже несерьезно. Ты понимаешь, в чем дело? Том Кленси с Ghost Recon. Так. Recon. Он был вот когда-то там вот создан по этой лицензии. А потом, возможно, что и Future Soldier такой книги-то у него нет. И просто, поскольку игра называется Ghost Recon, надо оставлять трейдмарк, так сказать, на месте. Куча мирных жителей бежит нам навстречу. Привет, ребята. В них можно стрелять, кстати. В своих солдат стрелять нельзя. Это, к слову, если кто-то вдруг интересовался вопросом, можно ли убивать детей в Fallout 3. Ну да, можно ли убить всех в деревне? Это старый добрый вопрос всех игровых журналистов из изданий типа «Мир навигаторов страны». Навигаторов, да, страны. Я, кстати, сегодня пересекался с Константином под Стрешным. А, да, кстати. Петр сегодня был на просмотре игры Inversion. Ну, об этом он, собственно, расскажет в своем материале. А мы возвращаемся в Боливию. Может, надо было прямую трансляцию по Inversion делать? Вот что я думаю. Да успеем, Петя. Тому же игра еще, в общем-то, официально не вышла. В России, да. А диск у нас уже есть. Так. Так, ну вот, первого взгляда достаточно, чтобы понять, что Сергей скучал, собственно, по Advanced Warfighter. И отсюда такая... Вот это меня распидорасило. Да, отсюда такая низкая оценка. То есть Сергей сравнивал с Advanced Warfighter, первой частью, вышедшей в 2006 году, которая получила 90% и до сих пор держит, в общем-то, эту отметку на метакритике. И, наверное, вот этот груз воспоминаний не позволял ему рассмотреть, собственно, то, что ему предложил Ubisoft. Мы с Петром, так сказать, неотягощенные ностальгии. Вот, смотрим на Ghost Recon другим взглядом. И, честно говоря, вот Белкин вообще выбрал эту игру в качестве летней такой альтернативы всему. Слушай, что ж такое-то? Подождите, я не... Ну, все серьезно. Давай, давай, лечи меня, говнюк. Он меня еще и пристрелить хочет. Ну вот смотри, вот Сергей Дымаков считает, что отличить новый Ghost Recon от какой-нибудь Call of Duty от третьего лица сможет не каждый. Я, например, вижу... Мы уже, кстати, вот сейчас вот забыв уже о существовании этой статьи, и в начале много говорили и сравнивали из Battlefield, мы с Call of Duty, и видим, что совершенно другой геймплей. Да. Вот, и в Call of Duty тебя не заставляют ни то, чтобы не ползать на пузе, ничего. Кстати, тут же ты можешь, да, насколько я понимаю? Вот. Вот, ну, да, конечно, спецэффекты, безусловно, все это есть, есть катсцены, есть замедление и прочее, но я не считаю, что это портит геймплей кардинально и превращает его в Call of Duty. Отлично. Кстати, заметьте, твои бойцы, в отличие от того же Call of Duty, Battlefield и Metal of Honor, они, во-первых, вот точно, как ты уже сказал, вот, они знают свое место в отряде и, в общем-то, уничтожают не хуже, чем ты. Так. Командная игра так называется. Угу. Что же нас ждет за стеной? В общем, я быстро посмотрел, в общем, Сергей считает, что это и, с одной стороны, не Call of Duty, вот, с другой стороны, не тот Ghost Recon, который он помнил, вот, ну, поэтому всем тем, кто, как мы сейчас, уже играли и забыли, или не играли в серию Ghost Recon вообще, в общем-то, это как раз именно тот случай, когда можно присмотреться и, возможно, даже стать фанатом этой серии раз и навсегда. И потом, лет через десять, как Сергей, говорит, что вот Ghost Recon 6, это уже не то. А вот в наше время, Future Soldier. Я вообще не большой любитель шутеров от третьего лица, почему-то не сложилось у меня с ними. Вот нам, кстати, пишут, да, юзеры, что покажите мультиплеер, у меня судьба решается брать или не брать, но мы во второй половине... Убивайте, не поднимая тревоги, или паэс умирает. Вот так вот. Где такое было в Call of Duty, Battlefield или Metal Fonder? В Call of Duty. Вот. А плюс я тут вижу, что Думакову не понравился... То есть, кстати, стелс. Слышишь, не понравился сюжет. Ну, мне кажется, что, ребята... Ну, какой сюжет в современном... У меня есть, кстати, три с половиной минуты всего для того, чтобы спасти... Да, пока Петя сосредоточься, давай, я тебе сейчас прикрою словесно. Вот, и по поводу сюжетов, ребят, не то, что сюжет у шутеров, да, какой современный, ребят... Да, хорошо, что я взял, кстати, пушку с покрытием, с глушителем. У современных воин, черт возьми, какой сюжет? Международные террористы без национальности где-то чего-то скрывают, химическое оружие. Было ли оно, не было оно, никто толком и не знает. Американцы прилетели, все разбомбили и улетели. С кем они сражались, за что они сражались? За нефть они сражались ли, за артефакт пришельцев, который скрывал Бен Ладен и Саддам Хусейн? Ребят, современные войны уже не выглядят вот так вот, как, знаете, раньше фронт на фронт, там, против Германии, которую, значит, там, Гитлер со своим оккультным Третьим Рейхом ведет к мировому господству. Вот, поэтому... Слушайте, ну вот это круто, вот тут вот, что здесь происходит. Типа войны стали скучнее, сюжеты стали скучнее, то есть есть некий спецотряд, у которого есть работа стрелять по целям. Если, кстати, вы смотрели хоть раз какой-нибудь сериал типа «Спецназ»... Или «Глухарь». Вот, они даже так говорят, все, ребята, работаем, работаем, потому что для них это работа, и по большому счету, честно говоря, плевать, кто в том перекрестии прицела и какие у него мотивы. Вот, тебе дан приказ. Есть вот те ребята, вот, а мы с этой стороны, задача такая-то, работаем. Вот, и, собственно, я бы не разочаровался, если бы Гоуст Рейхом состоял из набора независимых миссий. Все. Пошел. Вот это работаем. Вот. А тот же Call of Duty, как раз-то, он работает с идеологической стороны. Он пытается заставить игрока, скажем так, чтобы он сражался за правду, да? Вот. Чтобы он не просто стрелял, а такой, вот, мы должны, значит, вот это прочее. Вот это, я считаю, что главное отличие вот этих вот двух серий. И, собственно, у каждого своя правда. Вот мой такой спич. Как-то там петь. Я нормально, я спас, значит, нашу цель, кучу гражданских. На носу. Я доволен всем, что я вижу сейчас, честно говоря, удивительно. Я не люблю милитари-шутеры. Я люблю, ну, ты знаешь, мы с Вячеславом Мастийским обсуждали этот вопрос. Вот это-то-то-то-то, тихо. Я с одним пистолетом и с одним болевицем под мышкой. Вот, там нам уже пишут, что мы зря начали с первой миссии. Она вроде как самая, сейчас, цитата, говнистая во всей игре. Ну, если это говнистая, то я... Если это говнистая, ребят, ты посмотри, как взрываются арбузы. Горбузы! Слушайте, вот это очень клево. Специально, конечно, их положили, чтобы стрелять по тебе, когда они взрывались. Это как перестрелки, офисные перестрелки Макс Пэйн. Макс Пэйн. Но это, ребят, режиссура. И она здесь есть. Ребят, милитари-шутер с режиссурой. На секундочку. Я, кстати, весь в арбузе. Смотри, 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 как это выглядит, Витей. Я тащу этого. Да-да-да, я понял. Нерусского. Заложника, да-да-да. Ну, видимо, вот такие вставки оказались... Вот это, кстати, вот этот момент, он очень дословно списан с какой-нибудь игры с игральным автоматом. Знаешь, типа тайм-кризис. Когда ты идешь вот так вот, а потом тебе надо укрыться, и у тебя меняются эти, когда ты не можешь... Ну да, шаг влево, шаг влево. Блин, зачем? А ты сейчас должен, видимо, отличать террористов от нетеррористов. Может быть, бросишь какой-нибудь датчик. Нет, ты не можешь, да? Нет, ничего нет вообще. Нет, ничего нет, да? Ну, кстати, опять же... Я могу только стрелять. Ребят, напоминает войну именно в жилых кварталах, в таких вот неблагополучных районах, когда любой мирный житель, вот он секунду назад, мирный житель, который кричит, не убивайте меня... А завтра ребенок с автоматом. Да даже не завтра, а спустя секунду он из корзинки там припрятан... То есть, меня прицел ведет сам. Достает калашников. Ну, видимо, как раз, вот, и как я уже начинал фразу, да, ты так это эмоционально играешь, не дал мне это говорить, что, собственно, вот такие эпизоды, наверное, расстраивают ветеранов серии. Но меня, как не ветерана, а в данном случае даже как зрителя, наоборот, вдохновляют на приобретение и, собственно, продолжение игры. Вот. Но у нас версия, которую у нас уже забирает Игорь Белкин. Серьезно? Да. А я ему ее не отдам, диск-то сейчас у нас. Смотри-ка, я 20г заработал. Слушай, я доволен. Так, вот можно еще становиться невидимым, вот, но... А еще можно запускать специального робота, ла-ла-ла. Да, снега. Друзья, а там арт нам повесили? Ну, там... На первой странице, дай посмотреть. Потом посмотрим, Петь, у тебя война. Вот, и тебе какие-то, да, выдают статистические данные. Покажи. Что тебе показать? Арт, покажи, пока я у меня перерыв. Ну, боги фотошопа. Приобрел. Так, игра поощряет стелс. Ну, в общем-то, мы с этим и не спорим. Да. Вот. Так, здесь не очень понимаю комментарий. Видите, ну, на самом деле, миссия в российском аэропорте ночью. Прекрасно же по сравнению с этой. Я, во-первых, не помню российский аэропорт ночью. Там все дело происходило днем. Вот. И миссия, в общем-то, в аэропорту однозначно является лишней в той серии Call of Duty. И могли бы прекрасно обойтись без нее. То есть, привлекать внимание к игре таким способом, я считаю, запредельно. О, смотри, он стал невидимым. Нифига себе. Ну, так, future soldier. Солдат будущего. И, представляешь, то есть, вот таких вот совершенно экипированных солдат. Смотри. В середине игры, получается, я уже не знаю, в какой из миссий, направят воевать против России. И вот мне интересно, наши войска что смогут противопоставить? В тельняшках. Нет, в вышиванках. В вышиванках, да. Не-не, в телогрейках такие. Вот. Даже интересно, потому что, соответственно, ну, как бы, чтобы и игра была интересной, и сюжет. Что-то должно быть, по крайней мере, симметричное. Вот мы видим, Max Payne записался в регулярные войска. Хотя нет, мы уже скажем, что это не регулярные войска, как раз-то именно элита. Элиточка. Да. Куча обвеса, конечно, у них у всех. Я думаю, тяжеловато ходить. Ладно. Вот. Нам, собственно, советуют, опять же, да, помечать врагов. Ну, это вот как раз о чем речь. Это главное отличие игры от Mon Warfare и, да, и Battlefield. Собственно, будем часто это говорить, потому что, видите, у нас в статье у того же Сергея были сравнения. Собственно, петь до четырех меток можешь делать. И отсиживаться за углом. Буду. Да. То есть, видишь, можно, значит, играть с бургером в одной руке. Слушайте, очень красивая инфографика. Мне прям очень нравится, как они подают сюжет. Так, нам... Я ничего не понимаю, что там в сюжете. Я практически не слышу, что происходит. Да и не надо. То есть... Не отвлекаюсь. Ты ведешь себя как профессионал. То есть, тебе дали задачу. Вот ты высаживаешься здесь, валишь этих, этих, забираешь то. Так и нужно работать. Спрашиваю, как русская озвучка. Насколько я понимаю и насколько я слышу. Нормально русская озвучка. Или здесь только этот... Нет, нет. Английская озвучка. Английская с субтитрами. Русская озвучка. Русская озвучка. Ну вот мы сейчас... Русская озвучка, да? Да, слышим русскую озвучку. Не знаю. Обратите внимание, все снаряжение можно модифицировать вот таким вот образом. Прямо до деталей. Сейчас он загрузит его. Вот. Берем оружие. Шт. Оптика. Но, к сожалению, некоторые механические прицелы. Коллиматорный. Тактический. Окраска. Черный. Зеленый. Коричневый. Мультикам. Смотрите, вот кто-то, видимо, уже на консолечках прошел. И пишут, что в Дагестане, на секундочку, получается, будет миссия в Дагестане, если я все правильно понимаю, у русской армии тоже появляется такой же камуфляж, как у Голстов. Хорошо. То есть, или это трофейный, или российский военно-промышленный комплекс, возглавляемый Рогозиным сейчас, видимо, уже способен поставлять такие новинки. Я сейчас, я вот, ты знаешь, очень полюбил наши последние трансляции, потому что можно делать вот так вот. Петя откинулся в кресле. Ну, не самое лучшее позе для того, чтобы играть в тактический симулятор. Вот сейчас увидим. Я здороваюсь. Знаешь, это как эксперименты такие. Петр играл сначала, уперевшись в экран. Его показатель 80% хэдшотов и пройдена миссия за 5 минут. Петя откинулся в кресле. Показатель хэдшотов 10%. Зато фана гораздо больше. Затрачено на миссию 2 часа. Не, я считаю, что в игру надо как-то расслабленно за ними время проводить. Главного героя игры зовут Казак. Казак? Не главного героя, а одного из Голстов. Действительно, позывной у него Казак. Ну, это как принято сейчас, если ты... А почему Казак? Он Козак, скорее всего. Ну, там непонятно, как написано. В игре, кажется, тоже через О написано. Я, по крайней мере, там латиница написана. Во-первых, это один из просто из Голстов. А во-вторых, как принято в современных играх, если ты воюешь в Африке, значит, один из героев у тебя африканец. Дескать, ты воюешь не с африканцами, а ты воюешь с некими плохими африканцами. А хорошие африканцы на твоей стороне. Вот. Если ты воюешь в России, как в Call of Duty, то один из героев у тебя обязательно русский. Хороший русский. А воюете вы против плохих русских. Так что все, в общем-то, сводится к такой вот... Политкорректной картине. Политкорректной, да. И довольно нехитрой, бесхитростной, я бы даже сказал, схеме. Так, здесь вот негр пристает к женщине. Негру. Вот. И... Нам, видимо, плохо себя ведет, да. Нам предстоит... Хулиган. Разобраться. Вот. Видите, хулиган пристает к женщине и не знает, что в стелсе сидит целый отряд. За углом. Круто, кстати. Смотри, как круто я выгляжу. Да просто. Как пехота Тау из Вархаммера. Смотри, что из Замбии. Так. А ты можешь убить... Ооо. Вот так вот, да. So good. Так, Замбии. Так, нас перекинули в Африку, собственно. Круто. Выглядит круто. Ролит вообще. Я, кстати, не ожидал от Пети таких эмоций. Вот реально, абсолютно. То есть я думал, что у нас будет чуть получше, чем, конечно, чем Battleship. Безусловно. Вот. Но после особенно статьи Сергея. Вот. Ну и в целом того, что летом обычно не выходит ничего выдающегося. Ну и плюс то, что действительно Петя не очень любит милитари-шутеры. Вот. Согласитесь, что неожиданная у нас такая развязочка выходит. Ну рулят же. Не, мне просто очень нравится пейзаж. Круто выглядит. Слушайте. Я, по-моему, жанр для тебя открою. Скоро новый. Но ведьмака все равно пройду сперва. Ах, черт. Не удалось мне сейчас тебя с дорожки. Ну посмотрим. Посмотрим. Мультиплеер, а? Прикинь, ну ты вот так вот живешь в своей деревне в Африке. Тут ползет такой невидимый, а? Так. Ну что? Погнали. Это что, враг, не враг? Давай. Кстати, вот показывают сразу перед броском датчика его область покрытия. Вот. Ага, это тоже враг. Окей. Давайте попробуем его убить бесшумно. Ну вот мне спрашивают, были ли в колде русские в хорошей команде, ну здрасте, что называется, приехали. Конечно, были. Но не обнаружили. Вот козлы. Кстати, а враги твои орут на языке... Ну, зимбабве. Я надеюсь. Язык зимбабве, кстати, называется банту. Вот это неожиданное у тебя знание в голове просто откуда. И зачем? Я мечтаю поехать. Поехать. На самом деле. А, изучаешь. Да. Потихоньку. Мгага, мбуба, мбаба. Знаешь, что ты сейчас сказал? Да нет. Мне кажется, они убили всех женщин, либо сделал это я. Они на самом деле... Либо сделал это я. Поднимают головы мирные жители, они просто испугались. Да. Представил, нет, живые, живые. И пятно, я сейчас это исправлю. Окей, одну бабу все-таки прикончили. Да, ну, это сделали плохие... Немы. Плохие африканцы. Плохие африканцы и чертовы террористы. Кстати, обрати внимание, блик на стекле как будто. Кого-то на камере. Да. Здорово. Ну, то есть, вот на самом деле делать вот такие вот эффектные графические штучки не принято в милитари-шутерах. Ну, давайте арму сейчас поставим тут рядом. Вот. Арма действительно сурова, как солдатские портянки. И кто-то скажет такой, с усами заправлен в свитере, что, в принципе, так и должно быть. Будем ползти. Что милитари-шутер, значит, там не про красоту. Но согласитесь, ребят, что, конечно же, красота в играх и вот такие вот элементы, они только украшают. Это понятно, это очевидно. Но они делают игру более человечной и как раз-то приближают вас в те условия, в которых вы находитесь. Не, ну вот я сейчас ползу через траву, лучше бы разработчики избежали этого эпизода на самом деле. Ну, трава в слабое место у многих игр, Петр. И у людей у некоторых тоже. Да. Так. Так. Ладно. Здорово. А где твои напарники? Кстати, попробуй пометить. Я не вижу их, они невидимые. На самом деле, вон они. Попробуй пометить цели там, что-нибудь такое. Я не знаю, как пометить. Вот, в общем, я датчики бросаю, бросаю. Я монтирую, монтирую. Ага. Хе-хей. Привет, Педик. Не надо. Кстати, вот смотрите, один из наблюдательных пользователей заметил, что наш Гоуст отбрасывает тень, при том, что он, дескать, невидимый, но тень ему скрыть не удается. И, кстати, это соответствует, скорее всего, реальности. А, кстати, это интересно было. Он же не может не отбрасывать тени. Он не может не отбрасывать тени в любом случае. Так что я хочу убить его скрытно. Суку такую, давай. Есть! Обожаю стелс. Но, кстати, я бы не сказал, что он становится совсем невидимым, да? То есть... Ну, он, я бы сказал, не становится невидимым. Ну, смотри, если бы он не двигался... Но тень у него слишком глубокая все равно. Да, если бы он не двигался и, допустим, лег, да, то... Не дышал там. Не дышал бы, да, не пердел, то... Я только хотел сказать, не пердел. Вот, я тебя перделил. Есть иногда... Все-таки приятно иногда, когда в компании есть человек, кто пее тебя. Так, знаешь, да, дураки думают одинаково. Да, да, да. Вот. То, в принципе, наверное, армия мира, да, ну, в первую очередь, там, развитых стран, скорее всего, что-то такое придумает. Но, опять же, не для быстрого боя, сам понимаешь, потому что увидеть вот такую вот мерцающую штуку, которая бежит по полю, довольно легко. Вот. Но, опять же, если она будет недвижимой, то, в общем-то, скорее всего, снайперы что-то такое носить и будут. Вот. А полностью невидимым человека сделать, наверное, нельзя. Есть другой тезис. Если есть физики из технических вузов, вот, они меня поправят. Слушай, есть радары, есть датчики движения. Нет, нет. Давай сейчас про визуальные, да, вещи. Вот. Полностью невидимым, наверное, сделать нельзя, потому что это все противоречит законам, там, преломлении света. Допустим, да. Но это будущее. Это будущее. Да, это всегда можно, да, на это. Сослаться. Так, я что-то куда-то заполз, в общем, и меня тут почти что обнаружили. А-а-а! Кстати, когда противник начинает приближаться на какую-то критическую дистанцию, мне показывают, что он рядом. Что такое? Что такое? Отмечать цель. Я тебе показываю кнопку, какую можно. Я вот отсюда, в общем-то, поговорю. Так, обратите внимание на Баобабы. Угу. Спрайтовые. Так, он стал спиной, надеюсь. Отметил, да? Отметил. Так. И что? Ну, мы ждем, видишь? Это что? Это он целится. Нет, нет. Ну, это, видимо, путь прокладывается, да? Нет, эти двое целятся в него. Так. Я думаю, как только я сделаю один выстрел, так вот. Мне нужно, чтобы они у всех были на линии огня, понимаешь? Видишь, готов. Нет, смотри, готов. Теперь, соответственно... И синхронный выстрел, так понимаю, произойдет. Теперь нужно, соответственно, начать атаку. Да. То есть вы, значит, подготовились, цели прописаны, вперед. Сейчас. Ну, надеюсь, не кнопку нажимать все-таки, а как-то спромонсировать атаку. Будет именно так, что... Сволочь. Куда он ушел? Так, один из твоих потерял цель. Да. Не, я нажал просто. Так, один, два... А где третий-то? Ну, как раз тот кого-то ищешь. Он вышел за пределы лучей радара. Так уж и тут люди. Да, и сзади такой... Стоит мне на спину ссыт. Да, потому что не видит тебя. Вот он идет. Он идет. Ладно, 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 ладно. Где он идет? Он у меня отмечен датчиком, ты понимаешь? Кстати, Петр впервые лег за все время. Не впервые, кстати. Впервые, да? Слушайте, он был... Пожил, да, он делся. Да, он делся. Вчера, ну, вообще. В играх. Готов... Ага, вот эта тварь. Все, короче, давайте, парни, сейчас посмотрим, как это работает. Итак, атака. Атака. Сука. Поехали. Нет, походу, не удалось. Это, походу, хороший негр. Мирный. Да. Так. Интересный вопрос. Игра поддерживает несколько мониторов. Как, по-вашему, играть в шутер на двух или более мониторах? Это идиотизм или действительно круто? Я не уверен, что это круто. Потому что, ну, не знаю, расфокусируется зрение. Вот играть... Все правильно, голова еще болит потом. Играть в симулятор танка, ну, наверное, да. Потому что там действительно ты смотришь в разные, там, хотя бы даже разные окна, да? Круто! Вот. Смотри, как круто, Витяй! Нью-Луэнда! Вот. А в шутере все-таки, конечно, хорошо бы, чтобы все было на одном экране и четко понимать, куда стрелять. Нет, Белкин не получает этот диск. Ну, это я оставлю. Его между вами и... Посмотрю, что будет. И включу камеру, да. Так, ну, надеюсь, сейчас не будет миссии, расстреляй, пожалуйста, их с самолета. Потому что все мы знаем... Да, вот это я не люблю. Все мы знаем, из какой игры эта миссия. Вот. И все-таки надеемся, что Ghost Recon не подведет и сейчас будет держать марку. Это же Ghost Recon. А не Plain Recon. Да. А не сыграя за все родовойск сразу. Recon. Recon. Refugee Camp. Слушайте, мне очень нравится, в общем, честно говоря, вот это как раз один из тех редких случаев, когда... Ага, видишь, для синхронного выстрела пометьте врагов. Это делается для того, чтобы мы все стреляли одновременно. Раз. Ну, Петр, собственно, это и сделал. Два. Вот. Три. И стреляй, видимо, в свободного. Все, давай. Да, вот в этого. Ну-ка. Что, нет патронов, что ли? А, до четырех противников. Все. Ты стоишь четвертого. Опа. Да, и видишь, специально замедленность картинка, чтобы показать, что все получилось. Офигительно. Newland, блин. Так вот, это один из тех редких случаев, когда многие ругаются в комментариях, что, мол, если Петру неинтересна эта игра, и он не играл в предыдущей части, зачем вы дали? Принято считать хорошим тоном давать новую, там, пятую часть известного сериала, давать на рецензирование человеку, который знаком с предыдущими четырьмя играми. Правильно я говорю? Ну, как мы поступили в случае с Сергеем. Да. В итоге что мы получили? Что, на самом деле, если бы свежим взглядом на эту игру взглянул бы кто-нибудь другой, то, может быть, и результат был бы куда более либеральный, что ли. Потому что, ты знаешь, так и современные издатели и думают, в общем-то, что многие продолжения наших любимых сериалов прошлого, чего уж там греха таить рассчитанной, далеко не на фанатов. Все время у него, походу, топор за спиной. Так, ну, мало ли, как пойдет вообще. Вдруг где? Костер надо будет. Работа как пойдет. Да, да, да. Так, а у нас, нам пришло письмо. Зачитай петь. Нет, ну, это письмо я читать не буду. Можешь ты прочитать, если хочешь. У Кирилла почерк так, как будто его в школе плохо научили писать. Либо он выполняет функции курьера в данном случае. Так. Ну, собственно, нам напоминает, что игра заточена под кооператив, что, собственно, абсолютно не... Не мешает. Не противоречит тому, что, собственно, происходит на экране, то, о чем мы говорим. Что, собственно, и можете делать вы, когда... Найдите дедя... Когда выйдет игра, и вы сможете все, что сейчас вы видите, пройти вместе с друзьями. Не поднимая тревоги, берегите гражданских. Не допустить тревоги. Хотя, мне кажется, что все-таки в такие игры веселее играть одному, потому что, чтобы не было перемата в эфире со словами «Ты кого выбрал? Ты куда стрелял? А это что? А ты где? Почему? А я на дерево засмотрелся! А я убежал! Меня убили! Возродите меня!» Так что, или играйте с проверенными друзьями, с которыми вы готовы, я не знаю, там, проиграть первую же миссию, посмеяться и без обвинений, да, как-то вот так уйти, разойтись. Готов? Давай, поехали. Вот. Ну, представь себе, сколько... Мата будет. Сколько ушло бы на синхронизацию вот этой, да, вот этой ситуации с тремя разными людьми. А мне интересно, вот я не поднимаю тревоги, вот я убил, а сейчас придет патрульный, вот он что, он не увидит ничего? Или как? Или трубы придут спрятать? Ну, трубы прятать все-таки, это не про то игра, да, это не командос, а у тебя, я так понимаю, уже так немножко... А у меня немножко заиграло, да, сердце уже заиграло. Так, окей. С ума сойти, конечно. Я дико. Так, нам опять говорят, почему вы, собственно, в кооперативе не сыграли? Я уже говорил в начале, видимо, люди присоединились позже. Если бы мы сейчас вдвоем играли в кооперативе, вы бы услышали тишину в эфире и там редкие выстрелы. Потому что если вы не обратили внимания, я вообще не разговариваю. Ну да, потому что сосредоточен, вот, или, может быть, наши какие-то там переругивания, что ты в кого целился, а ты в кого стрелял, а я в этого стрелял, а я вообще не в того, а я вообще у меня отсоединился. А у меня у джойстика батарейки сели. Без шуток! На голове, да, у него? Да! Или на палатке все-таки, на самом деле, мне кажется, это оптический. Нет, у него на башке долбанный датчик. И не работает. Работает? Почему? Смотри. И он продолжает висеть в воздухе. Ну вот так вот. Поймали за баг. За руку поймали. За руку, да. Лагерь беженцев, между прочим, на ваших экранах. Вообще, надо сказать, что я вот подобных миссий не видел нигде. Видишь, точно. Я как Тиль Улленшпигель практически сейчас сработал. Так, это что? Это гражданские. Вот смотри, да, кто-то уже, набив руку, пишет нам, что можно вообще не убивать никого или убивать по минимуму. То есть, действительно, игра позволяет это делать. Ну так я так понимаю... Нету такой задачи. Это же, да, это же работа спецподразделения. Нет задачи убить всех. Убить всех, да. Для меня, кстати, самым переломным моментом в этом смысле стала игра Far Cry, первая часть. Когда выяснилось, что здесь не надо всех убивать. Непривычно, согласились? Да, да, да. После шутеров классических. Потому что вот думаешь, сейчас кого-то не убьешь, а он потом вылезет. Все, готово. И тебя хлопнет. Поэтому хочется, конечно, видеть за собой выжженную пустыню. Да, поэтому в итоге я в Far Cry убивал всех. На душе спокойней. Пакетик. Пакетик. Кстати, Петь, вот тут пишут, что и сплитскрина здесь, в принципе, и нет. Так что, ну, видишь, вот тут разняются показания. А Петр, в общем-то, сплитскрина и не нашел. Я не нашел, да. Очевидным способом, интуитивным, да? То есть, в принципе, в современных играх, если ты что-то не находишь вот так вот сразу, чего ты хочешь получить. То можно забить болтца. Скорее всего, этого нет, потому что, ну, так игры уже не делаются. Что, знаете? Что такое, что такое, что такое? Куда? Так, началось. Ну что, ты поможешь? Хотя, в принципе, опять же, ребят, вот тут... Помог. Вот эта вот сцена, да, сейчас, где мы видим, что какой-то изверг... Без Робин Гудс тут, главное. У нас работа в другом. Да, да, что какой-то изверг избивает беззащитную женщину. В общем-то, действительно, ваша миссия заключается не в освобождении этой деревни, да, от... Потому что вы уйдете, придут же точно такие же и опять продолжатся. К сожалению, тут такая жизнь жестокая и... Неготьянке, кажется, совсем сумасшедшим. Да, да, и жизнь человеческая не стоит ничего. Поэтому, скорее всего, игра вас этому учит, что, ребят, в данном случае работа. Да, двое. Вот, а мне знаешь, что интересно? Вот эти женщины с ведрами на головах, они бегают тут в панике, люди падают, а вот эти вот упыри, они ни на что не обращают внимания. Это как так вообще? Ну, как ты уже сказал, что жизнь такая. Непонятно. Африка. Африка, да. Ну, то есть ты как видел уже, что люди с автоматами здесь, они вон за хлебом ходят. Мы сейчас на рынке находимся и... А, видишь, я даже могу удерживать РБ даже без моего участия в синхронных выставках. Да, да, и тебя, вот лежащий рядом молодой африканский парень, он тебя боится больше, чем диктатора и вот этих вот дикарей с автоматами. Потому что ты, прости меня, выглядишь как хищник вот в этой штуке, ты непонятная фигня, спустившаяся из космоса. А вот эти вот злодеи... На бочке сидит. Сатрапы. Спорим, бочка взрыва опасная. Посмотрим. Сатрапы с автоматами, это часть пейзажа, поэтому к ним местное население, оно больше привыкло, чем к тебе. К такому космическому, футуристическому Петру. Ага, вот с золотым автоматом. Макаба. В очках авиаторов, все как положено. Естественно, с орденами, герой борет за свободу же, вы что. Вот, и ваша задача, собственно, найти оружие, да? Или задать пару вопросов Макабе. Вот этого Макаба, а вовсе не избавить эту деревню от социальных проблем. Ну, минус одна социальная проблема, все-таки, уже есть. Так. А, и вот сейчас стелс-миссия. Мы идем за Макабой и пытаемся не поднять шума, не стрелять, ни в коем случае не привлечь себе внимания. Нет, это было не плохо. А это было бы здорово, если перепутался датчик с гранатой такой. Извините. Да, было бы неплохо. Извини, Макаба. Я не смогу. Я не смог. А там есть, кажется, еще просто обезуреживание, а я их всех валю, валю. Ну, ты действуешь эффективно. То есть, не то чтобы гуманно, но эффективно. Во всяком случае, я знаю, что никто за моей спиной не встанет и не выстрелит мне в нее. Ну да, Макаба чувствует себя хозяином положения, и явно он в этой деревне царь и бог, и знает, что никто даже не посмеет его сторону что-то сказать. Ну, что за нафиг это? Зачем? А вот так все происходит. Такие, что за машина? Кто это? Не запланированная. Петя, мне кажется, что ты сейчас на солнышке-то как-то бликанешь. Я как бликану, так и перестану. Все, раз, в теньке. И не зажарился. Я сейчас себя поймал на мысли, что я вообще пристально... Магнитные очки, раз. Смотрю в экран. X-Ray, нехило, да? Интересно, что происходит, чем это закончится. Я даже забыл о комментариях. Нет, Ghost Recon — это открытие недели для меня, однозначно. Для меня вообще-то открытие, по-моему, всей жизни, потому что я не играл ни в один Ghost Recon. И не любитель милитари-шутеров. И в общем целом, где мои бойцы? Вон они ползают. Так, куда бы идти-то теперь? Эй! Все. Макабо уже бежит в свой лимузин. Макабо, баба, блин. Я надеюсь, у меня с глушаком винтовочка-то. А, нет. Винтовочка. Не, Макабо, видимо, опять же, привык к тому, что выстрелы... Макабо, выстрелы периодически случаются. Кстати, заметьте, мы находимся в неком милитаризированном лагере. Это лагерь беженцев. А, это лагерь беженцев, да? А, я думаю, вот Макабо готовит армию для вторжения. Нехило, да, готовит армию? А, ну тоже, опять же, как всегда, то есть лагерь беженцев, которые построили какие-нибудь... Революционеры. Не, 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 голубые каски. То есть обычно этим занимаются гуманитарные организации. Но, естественно, местный Макабо гуманитарную помощь уже поделил, точнее, что значит поделил. Съел. Себе взял, покушал, вот, ввел своих солдат. Ну, в общем, как это обычно и происходит вот в подобных ситуациях и гражданских войнах. Давайте, пацаны. Опа. 32 метра, Макабо далековато. Классные очки. Макабо и бойцы разговаривают на местном диалекте, и это очень здорово, что локализаторы не тронули это. Это прекрасно. Я думаю, что... О, золотой калаш! Золотой калаш, да? Отлично. Мне это все напоминает фильм «Оружейный барон». Ты смотрел? С Николасом Кейджем. Да, смотрел. Он там сумасшедший брат диктатора, который... Золотые зубы, золотой калаш, золотое все. Ох, ордена. Как Брежнев сам себе навесил. Кстати, всегда удивлялся этим золотым калашам. Но, наверное, это пластиночки сверху, потому что, в принципе, золото мягкий, металл, и делать из него оружие... Да, да, да. Ну, то есть, это позолотил, скорее так. Ну, что? Желтая вещь, как в «Диабло». Эпическая. Эпическая, да. Ну, выделился. Что с Макабой? Все в порядке, просто он как бы... Кстати, кстати, обрати внимание на табличку, которая над головой твоего бойца. По-русски написано «оружье». Оружье. То есть, вот, связь... Внимание, тревоги уже не будет, миссия провалена. Что значит миссия провалена? Убить Макабу. Почему? То есть, видимо... Я не знаю, тебе позволяют продолжать играть. Видимо, все не так критично. Просто, может быть, у тебя не будет каких-то... Либо так и надо. Ноу-бонус. Либо так и надо. Либо так и надо по сюжету, да. Вот. Как я уже обращал ваше внимание, на советские ящики, вот, видимо, та самая связь с Россией, куда рано или поздно отправится отряд гостов. Да, 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 да. В Дагестан. Связь с Россией ок. Надо будет показать дагестанцам игру, конечно, чтобы они оценили. Вот. И, может быть, не знаю, отправились к тому клэнсе в гости. Что граната? Граната. Какая граната? Петь, не Call of Duty. Не Call of Duty ни разу вообще. Но жизни пополняются за укрытиями. Тут, что называется, ничего не поделаешь. Готов один. Мне трясет прямо, слушайте. Это очень нервирует. Но главное, что Макабо уже никому не страшен. Уже до свидабо. Тут на машине, что ли, приехал, урод? А, нет. Сдохнет. Ну, вот про миссию провально пишут, что это ошибки локализации. Ну, то есть, одними, те, кто уже проходил, не знаю. Поскольку мы играем в довольно приглушенном, да, в общем-то, режиме, мы не слышим, что... Я могу тебе сказать, что тут, когда... Но она явно не провалена, тебе позволяет играть. Хороший командир. Пошел ты в задницу. Петь, ну, на самом деле, вот так вот незаметно и увлекательно, согласись, пролетел час, который мы отвели под стрим. И неожиданным для нас даже образом... Не выключайте! Вот, потому что мы думали, что минут сорок посвятим синглу и покажем хотя бы несколько режимов мультиплеера, вот. Но не успеваем, потому что нас захватил один сингл. Я играл в мультиплеер, короче, и там Call of Duty. Call of Duty. Да, да. Ну, там несколько режимов, там есть режим волна, я, насколько я знаю, то есть, когда ты с друзьями сражаешься против набегающих орд, вот, то есть, там, тактично распределившись, вот. Ну, и есть, конечно же, типичный деф-матч. Все, нет? Не все. О! Вот, я бы, на самом деле... Смотри, это же какой-то ЗИЛ как будто. Да, конечно, наша техника. Я бы поиграл, вот, может быть, в кооператив вот такой вот. Так что, допустим, там, ты, я, Добродеев, Конегин, вот так вот. Вот, хотя Добродеев играет на PlayStation, так что, получается, Белкина заменяем на Добродеева и вот таким отрядом работаем. Куда? Вот, а для меня удивительным еще то было, что нас захватил синглплеер, который, как известно, выходит под брендом Тома Клэнси, про который мы рассказывали в самом начале, что, что называется, тот еще бренд. Для меня вообще удивительно, что я в это играю до сих пор. И не плююсь. Это круто. Дымовуху, сволочь, бросил, иди сюда. Да-да-да, прям началась такая, знаешь, вот такая заварушка хорошая. Да-да-да-да. Все пошло не так. Суета, суета, суета. Банга, унга, уга, багу, чагу, такие вот эти вот крики. Вот он, сволочь. Готов, нет? Несмотря на все твое превосходство по технике и вооружению, я смотрю, ты как-то видишь, никак нож сквозь горячее масло идет. Никак. То есть все-таки, видишь, калашников и в количестве по-прежнему решает. Ну, здесь как бы понятна ситуация. Несмотря на то, что я вот такой крутой и весь из себя футурист, мы все-таки находимся в среде, которая благоприятна для наших врагов. Тут как не одевайся, знаешь. Да, и ты все-таки вот эти все... Ты в долбанной Африке. Да, и все эти связки дров не проверишь, а в каждой из них может сидеть по школьнику-скалашникову. Ну что ж, пока наши товарищи отдыхают... Вот это вот, вот это вот, вот этот план-то, да? Да-да-да-да-да. Выглядит, выглядит прям вот, честно говоря, солидно и эффектно. Пока наши товарищи отдыхают, проверяют оружие, мы будем заканчивать. Спасибо за то, что были с нами и смотрели наш скромный стрим. Спасибо компании Ubisoft за игру Ghost Recon. Спасибо Игорю Белкину, что согласился дать мне поиграть в нее еще на месяц. И спасибо мне за то, что я устрою личную жизнь Игоря Белкина без видеоигр на ближайшее время. С вами был Виктор Зуев. Он самый. И Петр Сальников. Всего вам хорошего. До свидания. Пусть не будет войны. Вот так вот я закончу. Согласен. 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 Продолжение следует...